Всем привет! Александр, здравствуй! Рад тебя видеть, невзирая на раскинувшиеся между нами бездны пространства. Климсаны, счастлив вас приветствовать! Люто завидую, но по-доброму. Люто, но по-доброму. Спасибо, спасибо. Да, а мы, собственно, вот с какой целью собрались. Если вдруг кто не знает, представлю, Александр Рутюнов, это очень-очень крутой специалист в различном тактическом снаряжении, военной, собственно, тактике. Собственно, то, что сейчас называется таким совокупным термином тактикул. Правильно я говорю? Ну, да-да, не очень крутой, но чуть-чуть, да, чуть-чуть специалист, да. Чуть-чуть. Еще и скромный. И вот мы с Александром сотрудничали некоторое время назад. Я обнаружил, что он начал заниматься разбором кино художественного с очень интересной точки зрения. Я бы, честно говоря, даже и не подумал бы, ну, в силу специфики моих знаний. Он разбирает фильмы с тактической точки зрения. Там, кто во что правильно-неправильно одет, как люди правильно ходят или не ходят с автоматами, кто куда в кого стрелял. Короче говоря, направление охрененно крутое. Я, значит, ссылку на канал вот там дам. Заходите, смотрите. Так как я тоже, как вы знаете, не лишен, так сказать, этого увлечения, а именно разбирать кино с некой научной точки зрения. Вот я решил сегодня пригласить Александра, чтобы обсудить следующую тему. С его стороны, с моей стороны, со стороны, ну, наконец, просто здравого смысла взрослых людей. Вот смотри, что происходит, Александр. И вы тоже смотрите. Вот я работал в кино постоянно, наверное, года с 2002-го. То есть, я очень часто там бываю в качестве массовщика, там падать с лошади, драться там железным мечом. И в том числе меня регулярно приглашают консультировать по истории. Неважно, там, истории костюма, доспеха, политической истории, что-нибудь. Я и в художественном кино работал, а в документальном. Опыт есть. И я слежу, соответственно, за этим, как человек, который знает вопрос-то изнутри. И я смотрю, вот на таком-то фильме, консультант просто боженька. Он знает, ну, столько знает, что вам не то, что на фильм хватит. Вам хватит на то, чтобы снять 50 фильмов, а вы всех его знаний не примените. Вот, например, фильм «Викинг». Помнишь, был такой? Конечно. Ад. Просто ад. Там был консультантом Владимир Петрухин, который по раннему средневековью Руси, ну, просто это вот знаток по-настоящему очень крутой. И я такой думаю, блин, надо же обсудить, вот какой вопрос. Как так получается, на наш взгляд, что консультанты охрененные, я уж молчу про то, что бывают охрененные операторы, световики, звуковики и так далее. А кино, да ладно, бог с ним, с точки зрения режиссерской работы, да, элементарно с точки зрения консультанта выходит дрянь, вот откровенно. Вот сколько можно вспомнить сейчас фильмов, ну, вот с твоей точки зрения, с тактической, где там стреляют из автоматов, где просто видна работа консультанта на экране. Вот что консультант был вот в титрах, и видно, зачем он там был вообще. Ну, если про топы говорить, про топы, вообще вот прям топы-топы, то это, безусловно, Black Hawk Down, Черный Ястреб сбит, или падение Черного Ястреба, неважно. Там прям не просто видно, а там прям это топ из топов. Почему это топ из топов, я называю? Потому что у нас в фильме два основных подразделения видно, то есть участвует в Black Hawk Down. Это 75-й полк рейнджеров и FirstFord, первый Special Force Operation Detachment, который известен как Delta Force, конечно. То есть там есть операторы с Delta Force и рейнджеры. Смысл в чем? Кто такие рейнджеры? Рейнджеры, по факту, это легкая пехота, очень хорошо подготовленная. Кто такая дельта? Это одно из самых элитных подразделений в мире. Консультанты работали с ними настолько, что они в фильме, одни это легкая пехота, а другие это спецназ. Все делают по-разному. То есть вот там настолько работали консультанты, круто. Но режиссеру и сценаристу быть настолько умными, чтобы послушать консультантов, сделать по-своему потом, чтобы было красиво. Но услышать консультантов, то есть не делать слишком красиво. Если мы берем, например, наше кино, наше, то отлично, например, отработали консультанты фирмы, на мой взгляд, Скольжение. Это про продажных наркополицейских. Не знаю, смотрел ты или нет, мы его разбирали у меня на канале. Консультанты отработали отлично. Отлично отработали консультанты. Отлично отработали консультанты в короткометражке Рейта Старкова, по конкретнее. Вот их три, они в интернете, они на Ютубе свободно висят. Часть первая, вторая и третья. Консультанты отработали просто топово. Но там консультанты работали, они работали с уклоном в красивую картинку. То есть реализм, то есть там присутствует, безусловно, реализм с тактической точки зрения, но они увлеклись картинкой, чтобы получилось просто круто и красиво. Ну, такой был расчет, их за это нельзя винить. Но с этой точки зрения они отработали просто великолепно. Во всех остальных моментах, ну, наши, как бы, у нас могут быть суперконсультанты. Я думаю, что проблема не в них. Я думаю, проблема в актерах. И я думаю, проблема в режиссере и сценаристе, которые недостаточно профессиональны, чтобы слушать консультантов, скажем так. Я, извини, еще сейчас добавлю ремарку небольшую. Все знают такой фильм «Спасение рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, главной роли был Том Хэнс. В чем прикол? Актеров готовили настолько жестко к этому фильму, что там среди них бунт поднялся. То есть их настолько задолбали вот этими перемещениями на поле боя, ползанием в грязи и прочим, а была еще отвратительная погода, холодно. Они сказали, слушай, мы актеры, мы не солдаты, мы не будем так, короче, заморачиваться. И единственное, кто спас положение, Том Хэнкс, он очень уважаемый человек в актерской среде. И он сказал, ребят, чтобы было классно, надо вот нам упереться. И вот они уперлись. И вот получился шедевр. Опять же, да, с точки зрения, там можно относиться как угодно к истории, которая показана, что ради одного человека нам пожертвовано подразделением. Но с точки зрения, как актеры ведут себя, как они одеты, что они грязные все, зачуханные, показано тоже великолепно. Вот это, к слову, о том, как должны работать консультанты. Вот Александр сейчас очень точную сказал фразу, прям очень точную. Я вообще хотел, чтобы мы эту фразу в качестве кульминационного вывода в конце такие, о, вот почему. А фраза классная на самом деле, потому что, как уже я сказал, бывает, что я точно знаю, что консультант очень хороший. Я знаю этого консультанта, знаю его работы, а при этом не видно, что он работал. Хотя я точно знаю, что и он еще и работал. Но режиссер, самое главное, режиссер, потом сценарист, не были достаточно мудры, или мудры и профессиональны, или только профессиональны, чтобы услышать консультанта и применить его знания как надо. Вот это очень классная на самом деле фраза. Я просто со съемочной площадки сразу привожу пример. Был такой фильм, точнее не так, не был такой фильм, а должен был быть такой фильм, из которого сделали телевизионный сериал в Василиса Кожина, про известную героиню-партизанку 1812 года. В общем, вместо полного метра сделали телепроект в итоге. Это снималось все у нас на РВС в Питере, Russian World Studios, у Дмитрия Месхиева. Соответственно, меня позвали к консультантам, чтобы я рассказал, как кто одет в какие мундиры наполеоновские, кивера, лосины, чикчиры и все такое. И самое главное, это все было на стадии, вот это мне очень повезло, все это было на стадии недописанного черновика сценария. На фильме не было вообще ни хрена. То есть, мне ничего не нужно было исправлять. Вот есть сценарий, я просто его должен прочитать и сказать, что не так. Ну, и я предложил. Говорю, почему у вас все французы гусары, все русские гренадеры? Ну, вот это как у вас, вот почему это такое? Если военщина, то израильская, понимаете? Ну, вот. А тут, если вы французы, то гусары. Давайте же как-то отойдем от этого идиотизма. Давайте сделаем главных героев не гусарами, а конными егерями. Они, в общем, это та же самая легкая конница. Они очень похоже одеты, но это не гусара. Есть отличие, это будет свежачок такой. Такие все. О, прикольно. Я тут же говорю, кстати говоря, вот по той стороне Смоленской дороги, где могла бы быть Василиса Кожина, если она вообще такая существовала, как раз шла армия принца Евгения Багарне. У него как раз главная часть легкой конницы, это были конные егеря французские. Давайте их сделаем. Все, класс, сделаем. И, значит, мы начинаем увлеченных делать. Я там достаю миллион информации, закупаем правильные ткани, правильных расцветок. Я там привожу реконструкторов, чтобы они посмотрели, как это работает сам костюм архитектурно. В общем, сделали для главных героев, для всех французов плохих. Сделали костюмы. Момент заметь. Это егеря. Пусть иконные егеря, но это же кто? Это охотники изначально. У них у всех зеленые костюмы. В своей основе. То есть, у них зеленое сукно приборное. Самое главное. И вот показывают какую-то каскадеры сценку для режиссера. Просто какой-то супер предварительный прогон. Как это все выглядит? Там кто-то кого-то сабли рубит, кто-то кувыркается. И тут режиссер говорит. А я не понял, почему русские с русскими дерутся? Объясняю. Режиссер все, что знает про войну 1812 года, это фильм Бородино Бондарчука Старшего. А там все решено предельно просто. Зеленое пятно – это русские. Синее пятно – это французы. А тут егерь французский в зеленом мундире. Ну, у режиссера просто порвало вот так шаблон. Ну, и что? Слава богу, что нас всех не уволили. Это плюс. А минус в том, что я вдруг резко вспомнил, что вообще-то у них же были у этих французов, у всех, помимо этого шикарного костюма, был же еще походная всякая снаряга. Включая плащ походный. А плащ у них как раз такой серо-синий. И все, мы их нарядили сверху в плащи. И вот спрашивается, нахрена мы шили эти шикарные костюмы. Их просто не видно в итоге. Потому, что они все время в этих холомидах ходят. В которых нужно было скакать под дождем на лошади. Или под снегом. В мантильях в этих. Ну, вот типичный пример. То есть, режиссер меряет кино, историю кино, не знаниями консультанта, а своими представлениями. Из этого получается, ну, прямо скажем, не всегда хороший результат. На эту вось лицу кожаную мы сделали, кстати говоря, не самые плохие костюмы и мундиры. Там в этом отношении, по крайней мере, с точки зрения главных героев, ничего. Но это почему? Потому, что вот тут опять нужно вспомнить. Сейчас я тоже тебе этот вопрос задам. Просто пока я обозначу некую данность. Кино снимает не режиссер и сценарист. А кино снимает десятки, иногда сотни людей. Так точно. И вопрос в том, насколько благосклонно относятся к консультанту не только режиссер и сценарист, я добавлю, продюсер, который может просто всем приказать, а еще и низовые исполнители. Вот в чем дело. Я по этому поводу отметил, что, например, чтобы актер себя вел в кадре как надо, его зачастую надо научить. То есть с ним надо провести определенные тренировки. Ему надо показать, к примеру, если вот сейчас тему берем, которую мы там разбираем, тактический реализм, так скажем, ему надо показать, как держать автомат. Ему надо показать, как письмену магазин осуществлять, как досылать патрон в патронник. Если речь идет о вооруженных силах, это будет один способ. Если речь идет о каком-нибудь спецназе, это другой способ. Если идет речь о какой-нибудь Джон Уике, это может быть третий способ, который должен быть красивым еще вдобавок ко всему, а не просто правильным. Актера надо научить пользоваться оружием. Сейчас же это же модная тема. А если возьмем любой фильм такой тактический, военно-тактический, то есть к нему есть дополнительные материалы. Дополнительные материалы. То есть, например, берем «13 часов в Бенгазе», «13 часов тайные солдаты Бенгази», есть фильм на Ютубе «Как готовили актеров». Они учились там перезаряжать карабин, там пулемет, стрелять с пулемета, заправлять ленту, всему этому учились. Берем Джона Вика. Это почему показательно? Потому что есть видео «Гуляют», где кино Ривза научили стрелять так, что не каждый сотрудник далеко умеет так стрелять. Понятно, что это там стрельба, она там далекая, может быть, от реального применения. Это такая киношно-красивая стрельба. Но в Голливуде есть уже профессия специальная, когда бывшие военнослужащие подразделения специального назначения объединили уже, да, вот этот реальный стиль ведения боя и, скажем так, киношный. Вместе они уже актеров готовят так, чтобы это все выглядело красиво. Как это мы видим сейчас в недавнем фильме, который от Некликса вышел. «Экстракшн», по-моему, называется. «Стором», «Стором» главной роли, когда он спасает индийского мальчика. Там суперкрасивый. Вот он суперкрасивый. То есть в плане, то есть там все вылезали так, там ему и рукопашный бой, и бой с ножом, и пистолет, и автомат. И все это вот сделали прямо муа. Опять же, консультанты поработали красиво. Именно красиво, да, как это выглядит именно красиво. Вот как бы, а когда, а снимают они прямо провооруженные силы, провооруженные силы, там это выглядит по-другому. Потому что там консультанты показывают так, как это делает военнослужащий, а не какой-то там вот очень-очень-очень модный какой-то там наемник, грубо говоря. Вот это, то есть и это должны как бы актеры к этому относиться. Не только правильно вы сказали, правильно ты сказал. Сегодня бегал с утра на пробежке, вот прямо сегодня. И смотрел твое видео по проблемам российского, вот это три там как-то там вот это. Три проблемы, да. И три составляющих. Да, что работает, ну это не может режиссер, да, и сценарист вытянуть фильм, если все остальное говно, я прошу прощения за выражение. Да, точно так же консультант, он может там в лепешку расшребиться, в лепешку, он может все рассказать, как должно быть, а ему режиссер, сценарист или что-нибудь скажет, это некрасиво выглядит в кадре, так не пойдет, нам надо, чтобы было красиво, да, ну грубо говоря. И из-за этого вот такие казусы. Поэтому как бы тут, ну, на самом деле работа консультанта, она сводится к чему? Она, с одной стороны, самая простая, а с другой стороны, на него потом, а потом про него рассказывают знающие люди, когда смотрят фильм, они говорят, бля, что не могли нормального консультанта позвать? А там был нормальный консультант, там был нормальный консультант, он нормально консультировал. Вопрос в том, почему его не слышали или не услышали? Вот это, конечно, вопрос. Вот это, конечно, вопрос. Но я почему-то думаю, Клим Александрович, что вот наши актеры, при всем моем уважении, я их не то, что там хорошо кого-то знаю, нехорошо, ни речь не об этом, я почему-то думаю, что они вот так вот заморачиваются жестко, как в Голливуде, но, на мой взгляд, не готовы. Давайте посмотрим, к примеру, на вот этого Бэтмена нового, как его, у Нолана, который, актера, забыл фамилию, не напомнишь мне? Кристиан Бэйл. О, точно, Кристиан Бэйл, ты загуглил, я видел, ты загуглил, все, да, прикол, в чем с этим актером, он для одного фильма разожрется, для другого фильма похудеет, как узник, прошу прощения, никого не хочу обидеть, концентрационного лагеря, для Бэтмена накачается и так далее, так далее, так далее, да, то есть, или Марка Уолберга, вспомним, он в одном фильме, ну, просто нормально, птически сложенный, а кровью и потом смотрим фильм, он раскачан, там, как кабан, то есть, грубо говоря, он для одного фильма одно, для другого фильма другое, это насколько люди подходят, ну, к ролика своей, я у нас такого, ну, не видел я у нас такого, у нас такого я не видел, чтобы люди вот настолько отдавали, скажем так, процессу, Хемсфорд, который в Мстителях, он всегда был Тором, Супер Тором, а тут он в Мстителях пузо себе отрастил, пивно, это и так далее, ну, то есть, ну, настолько люди заморачиваются, вот, а у нас как-то, ну, актеры, а у нас почему-то такого нет, у нас как-то все вот норовят взять на, не знаю, на смазливое лицо, там, я не знаю, как это... Тут, конечно, два момента, отвлекаясь от непосредственной темы, я, опять же, тут на истину в последней инстанции не претендую, просто это, ну, взгляд, ну, некий взгляд человека, в том числе, не только снаружи, но и изнутри. Ну, во-первых, да, платят сильно меньше, это прям вообще к гадалке не ходи, потому что у нас люди, которые получают там, как Светлана Ходченкова или Сергея Безрукова, ну, вот сколько этих Ходченковых и Безруковых, это все ясно. Согласен. Вот, ну, и они не заморачиваются, и Безруков, заморачиваются крайне редко и Ходченкова, и там, хоть и этот самый, и Пореченков, и, в общем, всех наших этих Кош Гуценко назови, никто себя не парит вообще. Это все к чему? Потому что, а, да, не платят, то есть платят мало, б, не ради кого стараться, нету цеха, это самое главное, у нас цех советского актерского, даже не мастерства, бог с ним, а просто советский актерский цех единый, исчез, как таковой. У нас сейчас есть там сто пятьсот разрозненных тусовок, которые сами внутри себя варятся, где-то работают, там заплатили там на сто пятьдесят долларов больше, поехал, значит, на Украину сниматься, заплатили тут больше, поехал сюда сниматься, не перед кем стараться. Вот ты привел хороший пример Тома Хэнкса и спасти Редового Райана, когда Том Хэнкс сказал, что вы не будете ползать по говну, а я буду, и всем стало стыдно, и все стали ползать. Согласен. А почему, потому что там у них сохранился цех, то есть у них есть единый цех, то есть у них есть фабрика, вообще кинофабрика, единая большая, у нас ее нет, это факт, у них она есть, соответственно, и актерский цех у них внутри этого завода огромного есть, и там, когда у тебя мастер цеха падает в холодное говно под дождем и ползет, тебе стыдно так не сделать, он тебе старше, лучше играет, более уважаемый, всем известный, Если у нас, например, ну скажем, Пореченков скажет, а я буду ползать, что ему скажут все остальные, ну и ползай. Тебе надо, скажут, тебе надо, ты ползай, ты ползи. Есть отличное выражение просто, вот отличное выражение, у меня хороший друг, как бы его любит очень. Нормально делай, нормально будет. Это, ну, по логике, хорошо делай, хорошо будет, отлично делай, отлично будет, но хотя бы нормально делай, нормально будет. Вот у нас, мне кажется, вот куда ни плюнь, вот никто нормально не хочет делать. Вот лишь бы, лишь бы, лишь бы, вроде и деньги выделяются, да, и вроде вот и все, как бы, и, опять же, вот возвращаясь к твоему видео, вот про проблемы российского кино, и бюджеты вроде какие-никакие, но для нашего кинематографа достаточные, да, там, и вроде, и вот все дали людям, как бы, да, ну сделайте нормально, нормально сделайте. То есть, как бы, эти же вот фильмы, опять же, которые там фонд кино спонсирует, это же выделяются деньги, то есть деньги выделяются, и на фильмы, они же, ну, в любом случае, то есть за эти деньги, если мы вспомним благословенного нашего главного бэткомедиана, который везде постоянно приводит, для примера, фильм Рейд, там, Индонезия, или кто снимал Рейд, первый, 2011 года, который там что-то миллион долларов, по-моему, стоил, там, что-то в этом роде, ну, что-то около того, по-моему. Миллиона долларов. Там просто шедевр, шедевр, вот шедевр, как он есть. Сняли шедевр. Понятно, он нишевый, это боевик, все, вопросов нет, но тем не менее, там много сложных съемок, много каскадерской работы, много трюков, тем не менее, сняли. Наши же, вот, выделяются деньги, неужели нельзя просто за эти деньги, которые уже дали, нормально сделать? Ну, почему нет? Ну, ты в своем видео на этот вопрос ответил, потому что пофигу, короче, понимаешь? Пофигу, вот, ну, я все, что могу сказать, пофигу. Есть у нас в кино, кстати, ты вот сегодня, когда я бежал, слушал про фильмы, поднял вопрос, возвращаясь опять же к твоему видео, но они все про фильмы, какая разница, то чуть-чуть сделаем отвлечение. По поводу того, какие еще у нас фильмы классные, мне вот, например, если из наших фильмов смотреть, такой неплохой фильм, довольно неплохой фильм «Война». Да, это отличный фильм, конечно, конечно. Я его упоминал, да. Да, может быть, я не заметил. А это хороший фильм, нормально сделали, хорошо, подошли к делу, моменты, связанные как раз со стрельбой, ну, с движухой, со всей военной снятой, хорошо, они сделали. Никакой красоты там, никакого, так там вот сделали, прям вот нормально сделали. Почему так нельзя сделать? Это наверняка не сильно дорого стоило, я уверен, на сто процентов. Нет, он дешевый фильм. Дешевый. Сто процентов. Он не сильно дорогой, он просто дешевый. Вот, да. У нас, а сейчас же, вот если посмотреть, вот все вот эти вот наши, которые сейчас выходят, там, «Союз спасения», я смотрел, «Твой разбор», всего вот этого, да, как бы, вы уже заморочились, вы уже потратили деньги, вы уже взяли консультанта, вы набрали массовку, вы сделали костюмы, вы сделали, вы все сделали, бля, ну, доделайте до конца, вы, е-мое, нет. Все? Нате, почему так? Я не понимаю, честно говоря. Ну, тут, тут отдельный вопрос, я, в общем, попытался его некоторым образом свести вместе. То есть, это пофигу, потому что пофигу зрителю, пофигу одновременно производителю, потому что это не их кино. Это не снимается для зрителя, поэтому зрителю пофигу. И результатом этих съемок не владеет и не отвечает за них вообще производитель. Поэтому одним нафиг не нужно смотреть, то есть, снимать не для кого, а другим незачем снимать. Все. Все. На этом, в принципе, можно обсуждение заканчивать, дальше будут детальки. А я, собственно, вот о чем. Я о том, что консультант, если возвращаясь, так сказать, к нашей теме, судьба консультанта, консультант должен быть услышан не только и не столько верхушкой общества. Его должны нормально воспринять низовые цеха, исполнители. Я просто, опять же, на своем опыте, и не только на своем опыте, я это видел много раз. Причем, мне это в основном везло. Я просто видел, как это бывало не со мной, хотя и со мной тоже. Приходишь на проект, или приходит кто-то на проект. Ему говорят, вот так и так, и так, и так, покажи там то-то, 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 то-то. Скажем, там, шлемы, кольчуги, мечи, копья, щиты XIII века, русские. И хорошо. И, значит, начинается пахота. Там готовится консультативный пакет документов некий. То есть, фотографии археологических артефактов. Конкретное изображение. Ну, то есть, как это люди себе представляли, должно выглядеть, там, скажем, в XIII веке. То есть, конкретно какая-то иконография XIII века с доспехами. Как это выглядит в натуре реконструктора, как это делают самые лучшие, конечно. То есть, современные воспроизведения, на которые можно ориентироваться. И текста вот столько под каждый. То есть, на что нужно обратить внимание? Какую брать металл? Какой толщины? Где можно что-то подворовать? В том смысле, чтобы оно не было таким дорогим, как оно было по-настоящему, но выглядело так же. Короче, вот это все. Это все отдается режиссеру. Или режиссеру и сценаристу. Они, например, говорят. Классно. Это, например, это не факт. Но, например, пока предположим так. Классно. И все это отдается. Я раскрываю секреты того, как этот конвейер работает. Отдается художнику-постановщику. Художник-постановщик на основании полученных материалов и рекомендаций режиссера создает концепт-арты. То есть, то на основании чего, как это видит себе режиссер и весь творческий коллектив, должно будет выглядеть все в кадре. В том числе материальная культура. Или там, например, фехтовальное перемещение. Неважно. Пока взяли материальную культуру, давайте о ней. Это все нарисовано. В лучшем, в хорошем случае, это нарисованное показывают опять консультанту. Консультант говорит, братаны, ну я же вам нарисовал, сфотографировал шлем и описал его на пяти страницах. Что это за дрянь? И тогда это все перерисовывается. Перерисовывается до того, как оно станет нормально историчным. После чего это спускается, если мы говорим, например, про шлемы-доспехи, в цех костюма. Потому что то, что носится на башке, на теле, это все костюм. Неважно, оно железное, там, стеганое, резиновое, пофигу, это все костюм. Это спускается в цех костюма. Мечи, какие-то копья, луки и прочее в цех реквизита. Там есть начальник, помощник режиссера по реквизиту, помощник режиссера по костюму, помощник режиссера по интерьеру. Это вот люди, которые вручную делают все. Точнее, не они сами, а их подчиненные под их чутким присмотром. А этот человек, он в кино, например, уже 20 лет. А может быть, кстати говоря, и 30. И он снимался у самого Алексея Германа-младшего. И, между прочим, он снимался у Бондарчука и делал, значит, шмотки на сериал «Ликвидация» и какая-нибудь еще что-нибудь. И тут ты со своим... Во-первых, тебя он не знает вообще, кто ты консультант, кто ты есть. И очень, может быть, терпеть не может Худпастана, который просто выскочка, по его мнению, выскочка, лошара. И слушать его нельзя, потому что он лох. А он, вот он, ассистент режиссера по реквизиту, знает лучше, или по костюму знает точно лучше. Потому что у него образование, опыт и амбиции. И вот, короче говоря, от его непосредственного начальника, от художника-постановщика спускаются арты. И он говорит, что это за говно, я сейчас сделаю правильно. И он делает после этого правильно. И вот задача консультанта, это на самом деле ужас. Я не знаю, как это работает у них там в Голливудчине, а у нас-то реально ужас. Консультант должен быть не только хорошим знатоком чего-нибудь, а он должен быть еще этим балаболом, как я. Чтобы с каждым поговорить, втереться в доверие, выпить с каждым. Чтобы тебя просто, элементарно, всю твою работу, которую вы сделали на верхнем этаже, не просрали на нижнем этаже. Потому что они уже начали, они уже делают. И они делают, они с тобой вообще не консультировались. Они увидели только картинки, которые им прислал художник-постановщик. Соответственно, это уже начинается испорченный телефон второй степени. Это все доделают, сделают как попало. И ты потом придешь на съемочную площадку, скажешь, я ничего из этого, то что есть, не консультировал. Это вы сами придумали, это правда. Это, короче говоря, нужно на каждом этапе, на каждом этапе нужно следить за всем этим. А закончится все, кстати говоря, вот это уже мой личный опыт. Вообще великолепно может закончиться. Это даже предсказать невозможно, но вот такое бывает. Съемки фильма Александр Невский, Первая кровь. То есть, Александр Невский, Александр Невская битва, во. 2007-го года. Ну, Александр Невский, Первая кровь, понятное дело. Это же его первое сражение было большое, Александра Невского, Невская битва. Поэтому Первая кровь. Так вот. Сделали там, ну, реально очень, потому что, опять же, я подружился со всеми вообще. Сделали очень круто. Прям парни отнеслись ко мне максимально благосклонно. Я до сих пор с половиной съемочной группы дружу. Отличные ребята. Все сделали очень неплохо. То, что от них зависело. В рамках бюджета и поставленных задач. Сделано хорошо. Вот нормальные, как ты говоришь. И вот, мы приезжаем на съемочную площадку, в очередную экспедицию. Там Ярл Биргер должен биться, значит, с Александром Невским. Как бы кульминация всего сражения. Вот это летописная тема. Вот это, когда должен Александр Невский попасть копьем в лицо Биргеру. Это сложнейший каскадерский трюк. Ну, там караул, короче говоря. И у нас для них, для всех. Для Александра Невского, для Биргера. Понятно, уже готовы доспехи. В том числе и таконная сбруя, в которой они будут. В частности, здоровенные по 3,60 копья. Там 3,20, 3,60. Ну, там, короче, адской длины рыцарские копья. Они все ровненькие, тоненькие, наворотено сведенные. То есть, все как надо. По всей красоте. Покрашенные, чтобы, знаешь, блестело. Как она прямо рыцарская красота. У Биргера, по-моему, оно было в такую спиральку. У Невского просто было красное копье. Ну, как русский витязь должен быть с красным копьем. А у Биргера было в жовто-блокитную спиральку покрашено. Золото, лазурь. Золото, лазурь. Все через черную окантовочку. Короче, огонь. Вот мы это все готовим запускать. Появляется продюсер. И говорит, что это за говно. Такие все. В смысле? Ну, и дальше, как было в фильме «Жмурки» с Михалковым. Ну, вы же сами проект утверждали. Говорит, проект. Бумажку за тебе в жопу запихай. Вот он. Проект. Все. Ему просто перестало нравиться. И он говорит, я останавливаю съемки. На сутки. Сутки съемок в 2007 году стоили минимум 5 тысяч долларов. Минимум. А на самом деле гораздо больше. Там, я думаю, все 20 было. Мы сегодня ничего не снимаем. То есть, вы все поставили коллектив на 20 штук. Завтра, чтобы все было красиво. Как красиво? Я не знаю, чтобы все было красиво. Биргер это какое-то говно. Он не похож на Биргера. Что это такое за ватное какое-то это вот ватное? Ну, и в итоге мы за ночь превратили Биргера из очень исторично одетого рыцаря 13 века в какого-то, блядь, Годзиллу в какую-то, короче говоря. Из видя мой французский. Мы ему каких-то ионных отражателей навешали. Там на плечи, на локти, на колени. Вместо копья. Особенно взбесило продюсера копьем. Вместо копья побежали в лес. Натурально срубили кривую палку. Там, 2 метра высотой. Ее там от сучков очистили. От шкурки насадили. И вот Биргер там дерется с вот такой сучковатой палкой. Одетый хрен знает во что. Потому, что продюсер сказал, что мне просто, извините, не колышит. Не бебет. Это плохо и точка. Я завтра вас всех уволю. Все. Все четко. Рассказал, Клим Александрович, по красоте. Вот по красоте. Мы когда делали с моим другом обзор скольжения. С Гридом. Да, с Гридом. Да, с Дмитрием. Я сказал конкретно, что судя по всему, в фильме были, у фильма были хорошие консультанты, я повторяюсь. А у режиссера и сценариста хватило ума послушать, что им говорят. Да, скольжение немного. Как бы там вот эта скотчащая камера, которой экшен должна была придать экшен. Она кому-то нравится, кого-то бесит. Это другой вопрос. Ну, художник так видит. Но что касается показанного в кадре, там видна работа консультантов, которые рассказали как. Как человека вынимать из машины, как заходить на адрес, как держать, а как перезаряжать, как уходить во время контакта, понижать силуэт. Все это рассказали. То есть и режиссер послушали и сделали. Но как оказалось, режиссер фильма, я забыл, как фамилия режиссера, к своему стыду скольжения, он какой-то люто замороченный товарищ на тактикул сам. Он любит вот этот весь движ. Поэтому ему, когда консультанты рассказывают вот эти все фишечки, он аплодирует и всем говорит вот так делать. Ну, то есть вот это совпало, когда все совпало, вот так вот классно получилось. Но, к сожалению, если мы берем наш кинематограф, так бывает очень редко. Что касается соответствия, всяких костюмов и прочего-прочего, вот сегодня буквально, ну, когда зритель увидит это видео, это будет не сегодня. Сегодня вышел наш разбор «Слез солнца» с Брюсом Ильицем и незабменной Моникой Белунчей. Вот там я обращал моменты, что там это 2003 год, фильм 2003 года. И там они играют команду морских котиков. Навесил, ну, лейтенант Уотерс со своим, да-да-да. Антон Розенберг, во! Антон Розенберг, Антон Розенберг, да. У меня телефон есть, я все куглю. Поклонник тактикулы. Так вот, вышли «Слезы солнца» в 2003 году. Они играли команду котиков. С ними занимались на полигоне, две недели они были на полигоне, с ними занимались котики, показывали, как держать оружие, как отходить, там были характерные элементы тактики, потому что вот этот хлопок по плечу во время отхода, это чисто котиковская тема. Когда вот цепь стоит, цепь стреляет, когда начинается слева-справа, там, например, отход, то ты, когда начинаешь отходить, поворачиваешься, бьешь по плечу и побежал, короче говоря. Он понимает, что он начал отход, ну и так далее, короче. То есть смысл, вот эта тема, она прослеживается в фильме. Но на 2003 год они в фильме, кто в оружии разбирается, они увидят, что они были вооружены пистолетами. У них был пистолет такой МК-23 СОКОМ. Пистолет калибра 45-го калибра, 45 ACP, специально сделанный был для спецназа ВМФ. Это специально пистолет был сделан для спецназа ВМФ. Вот он был в этом фильме, показан, впервые. И нигде больше практически он так ярко и четко не засветил. То есть настолько заморочились они, что даже пистолет был тот, который должен быть с ПБСом, там все накручивается в решители. Ну, на сад все показали вот. Хотя, например, там, да, если взять вот этот сценарий сам, сценарный ход вот этот, да, что там вертолеты развернули, он выглядит бредово. Но это режиссерская такая вот, как бы, это к реализму и к работе консультанта это никак не относится. То есть что касалось консультантов, консультанты поработали там на славу. А что был такой сюжет? Ну, это надо было слезу пустить, потому что слезы. Поэтому, как бы, тут осуждать за это нельзя. И тем не менее, фильм с точки зрения реализма, если не брать откровенный бредовый поворот сюжета, с точки зрения реализма, фильм смотрится неплохо. А у нас получается, что вроде как события берем, реальные события, черт побери, у нас в истории, в нашей, в российской, можно снимать, не переснимать никогда, сколько было всего, нам не надо какие-то аламы там высасывать из пальца, у нас этих аламы там, ну, мы можем про них снимать бесконечно. Нет, нет, мы там, мы нет, мы возьмем реальные события и снимем черт знает что. Почему? Ну вот, у нас стопудово, я художник, я так вижу, потому что, ну, вот так. Как ты рассказал, пришел сценарист, мне не нравится копье, переделывайте. Все, идите, переделывайте копье. Продюсер, продюсер. Да, продюсер, да. Это гораздо хуже. Поэтому, Клим Саныч, как ты сказал, тяжкая судьба, да, тяжкая судьба консультанта у нас, тяжкая, ну вот, вот, а как? Вот только вот так. Но, вот с другой стороны, вот возьмем с Антоном Розенбергом, в фильме «Скольжение», и он же снимал «Побег из Старкова», если я не ошибаюсь, он же снимал «Побег из Старкова». То есть «Побег из Старкова», то есть, что на Ютубе лежит, несмотря на то, что короткие метражки, они сняты профессиональной командой. Они не любительские команды, профессиональные. Там работала команда каскадеров. Я, как бы, знаю людей с этой командой, очень профессиональные ребята, очень замороченные ребята. А эта же команда работала сейчас с фильмом на сирийские мотивы. Спецназ, там все дела. Ну, наша работа нашего спецназа в Сирийской Арабской Республике. Вот там не удалось так продавить такую работу, вот, грамотную. Там, например, там, ну, я, как бы, немного там, то есть там, например, взрывы выглядят не так, как взрывы выглядят в реальности, а так, как взрывы видят сценарист или режиссер, когда должен быть обязательно огонь до неба. Как будто там взорвали бочку с бензином. Не как будто это бам, хлопок, ну, и как бы и дым, и все, да, и вспышка только была. А как будто это вот взорвалось, ну, не знаю, бензохранилище какое-то, там, от мины, грубо говоря, направленного действия. Таких взрывов не бывает. Но вот, 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 я тебе скидывал разбор тройной границы, там выстрел есть подствольника же. Когда там разломалось, полстены упало, из подствольного гранатомета выстрел, а потом я вставил, как выстрел выглядит термобаром, выстрел даже из подствольника реальный. Когда там просто хлоп, ну, и все, как бы, да. Какое там действие по цели, это другой вопрос, да. Ну, нету вот этого... Блуха. То есть, и у них там тоже хватает, в общем, чудомесов. Время от времени находятся. Поэтому, ну, вот так. Ничего тут не попишешь. Вот тут второй момент важный. Потому что вот первый момент мы изрядно описали, и это, в принципе, я думаю, что, ну, всем более-менее уже понятно, что мы описали. То есть, если резюмировать, консультант мало того, что должен знать, ему должно повезти, попасть в команду, которая от режиссера до актеров через все цеха будет его слушать и не будет саботировать его работы. Потому что если будет саботаж, то вам ничего уже не поможет. То есть, совсем. А второй момент, это тоже важно. Это так называемая киноправда. И она зачастую гораздо сильнее, чем правда историческая. Ну, особенно, если в мелочах витальках. То есть, ты говоришь, вот поединок на мячах. Нужно делать так, так и так. Показываешь. Ну, я там 25 лет этим занимаюсь, даже больше. Я показываю там так, так. Ему говорят, нет, ну, братан, мы это даже не успеем в камеру увидеть. Надо, чтобы это было красиво. Да. И то же самое, например, не с действием конкретным, техническим. Например, с перезарядкой, или с рубкой мечом, или стрельбой из лука. Неважно, пофигу. Там танца вальс по барабану. А если говорить про материальную культуру, то же самое. Вот я привел анекдотические случаи, когда режиссер спутал, так сказать, нас, егеря французского с русской пехотой. Для него это одно и то же. Это анекдот. То есть, это реальный анекдот. Он был такой в самом деле. Но у него есть доля правды. Совершенно точно. Почему? Потому, что зритель не обязан разбираться в реалиях войны, например, 1812 года. Он пришел в кинотеатр. Ему должно быть сразу понятно. Это красные, это белые. Все. Для чего нужны? Кинематографические решения. Например, цветовые. Это уже режиссер решать, какие они будут. Они могут быть не только цветовые. Но, если, это вот внимание, всем на заметку. Если вдруг выяснится, что у вас конкретно картинка, массовая картинка, большая, дорогая картинка, из-за того, что у вас, ну скажем, консультант считает, что немножко неправильный оттенок шинелей, если картинка похерится, у вас будет неправильный оттенок шинели, чтобы не похерить картинку. То есть, с этим не сделать вообще ничего. То есть, это победить невозможно. То есть, кино, это все-таки кино. Мы же не требуем, например... 100%. Это, скажем так, более похоже на жизнь, чем театр. Потому, что оно все такое трехмерное. Там ворочается камера, можно залезть, не знаю, под юбку, за шиворот, наоборот, влететь на километр. Оно придает эффект реализма. Но это на самом деле все-таки чуть-чуть апгрейзен театр. Мы же не требуем от театральных актеров, чтобы они вели себя так, как в жизни. Да почему? Потому, что с галерки их просто не увидят. Поэтому театральный актер должен вот так жестикулировать, вот так вот, прямо вот так вот распахивать рот, играть глазами, чтобы его просто увидели, орать. Опять же, потому, что микрофона нет. Согласен. То же самое, немножко по-другому, но в кино то же самое есть. И поэтому вот тут нужно делать скидку. Всегда, когда смотришь, видишь ошибки. Пускай даже немножко бесящие, но ты должен понимать, что вот тут, может быть, даже никто и не виноват. Просто конкретно эта сцена будет сниматься под дождем, а значит, со слабой светосилой. И значит, нужно будет наряжать людей в особо яркие тряпки, чтобы их просто было видно. Ну, к примеру, это вот к примеру. Или, например, вот Александр, я не знаю, сто примеров таких может привести. На самом деле, вот сотрудник спецназа МВД, допустим, так не занимается обработкой заряжания своего инструмента какого-то. Но, если это должно быть видно в камеру под определенным углом, он будет делать так, как ему скажет режиссер. Точка, все. Да, хороший пример. Вот ты правильно очень сказал. Есть два прекрасных фильма, если стать, ну, с точки зрения, то есть, знаешь, как все говорят, что проблема художественных фильмов применительна к реализму в том, что они слишком художественны. Да. Но есть художественные фильмы, которые максимально близко подошли к реализму. Один из них, вот, ну, на вскидку, если поднимать, да, один из них, это французский фильм «Штурм» про освобождение самолета в 94-м году в Марселе, когда Гиган освобождал самолет. А это который «Ассоль», да? «Ассал», да, да, да. Второй фильм «Шесть дней» про штурм иранского посольства в Лондоне, САС, в 81-м году. По-моему, в 81-м, или в 80-м, или в 81-м, что-то вылетело. Ну, несу. Вот два фильма. Они, с точки зрения конкретно «Штурмов», сделанные, ну, вот, шесть дней практически вообще один в один, «Штурм», ну, они там чуть-чуть не так, как было в... Ну, очень тоже похожи к жизни. То есть оба фильма крутятся вокруг единственного события, то есть кульминация – это «Штурма». Итог встречи. С точки зрения реализма – очень круто, с точки зрения кинематографа – бля, никак, короче. Оба фильма откровенно скучные. То есть их можно смотреть на перемотки до самого конца, когда вот будет непосредственно кульминационный штурм. Опять же, да, то есть вот, казалось бы, показали, как оно есть, да, а вот оно... Ну, и как с точки зрения заработать денег, эти фильмы, ну, они никому не интересны. То есть, грубо говоря, все, вот, пожалуйста. То есть почему я и сказал по поводу вот того же «Побега из Таркова», придется все-таки его разбирать. Я чувствую, что побег не хотели, но придется. Вот там удержались. Из-за чего он так круто смотрится? Во-первых, это короткий метр, то есть это короткометражки, туда можно впихнуть только действия, не разбавляя его ненужными разговорами или только разговорами по теме. А второй момент, почему? Потому что профессиональная команда людей, которая над ними работала, она удержалась на балансе между исключительной красотой, но не свалилась в полный трэш. То есть как Джон Вик, к примеру, которой, ну, совсем сказка, ну, так не бывает, потому что никогда не бывает так, то там они удержались между реализмом и красотой. Да, с уклоном в красоту, но тем не менее реализм присутствует. Из-за чего он так и хорошо смотрится. Поэтому, когда люди начинают искать реализм, вот мы про это говорили, реализм в фильмах, мы много раз на это обращали внимание, прикол в том, что каждый конкретный прием, например, перезарядки, каждый конкретный прием стрельбы, каждый там выбор, обработка угла, выход из-за угла, там какой-то такой момент, каждый из этих моментов, он реальный. Но если ты один, а их сто человек против тебя, как в Джоне Вике, то каким бы ты ни был реалистичным, ты умрешь не потому, что ты действуешь неверно, а потому что просто их сто. И жизнь, жизнь говорит о том, что если их сто, а ты один, или как было с зелеными беретами в Нигерии, их было четыре, а там было сорок, то они поставят на твоей жизни точку. И ничто не спасет тебя. Никакой реально, нереально, все это не поможет. Поэтому правильная работа консультанта еще и вместе в работе с режиссером, сценаристом, продюсером увязать красоту однозначно и реализм и зрелищность, скажем так. Потому что одно без другого не бывает. С одной стороны мы скачиваемся в клоунаду, с другой стороны мы получим непонятно что. Потому что если мы будем показывать... Смотрел ли ты фильм «Заложенец»? С Слава Медлановым? А, Тейкон, который первая, смотрел, да? Да. Там, в принципе, способы ведения рокопашного поединка от главного героя, они очень прикладные. Они прямо такие реальны. Там все, никакого бокса Тупорылова. Ну, я имею в виду, бокс отличный вид спорта. Я имею в виду, что там конкретно рукопашный бой показан такой на уничтожение противника. Но и то там, вот, например, во второй, в третьей части там уже все больше киношности стало. Если в первой части... Мне очень не понравилось. Вот в первой части там было более или менее реально и очень быстро все это заканчивалось, то во второй части начали делать уже какие-то поединки. Там он с кем-то уже начинал драться. Балет. Да. В первой части этого не было ничего. В первой части он просто убивал. Во второй, в третьей начались уже какие-то кунг-фу разборки. Там уже тот тоже ниндзя, я ниндзя, а чье кунг-фу сильнее. Там уже начинали выяснять. Поэтому как бы требовал, люди требовали какого-то вот этого вот покрасивше, покрасивше показать. Вот мы это видим. Вот такие дела. Поэтому тяжелая работа консультации. Я ни разу не работал, надеюсь, не буду никогда. А вот ты, я вижу тяжелый. Но здесь очень важный момент. Очень легко все ахаять. То есть сказать, вот смотришь, когда же кино, это же очень легко. Взять кино и, грубо говоря, его изговнять. Это элементарно на самом деле. Ничего в этом сложного нет. Мы, собственно, так вот взяли с Димоном и уничтожили уцелевший фильм. Фильм уцелевший. Взяли и уничтожили. Уничтожили, потому что он другого не заслуживает к себе отношений. Потому что он, вот ладно. А потом мы приняли решение не так разбирать. Мы потом приняли решение все-таки сосредотачиваться на интересных моментах. Потому что это требует гораздо большего, как сказать, ну, подхода, более правильный подход, более конструктивный. Требует большего, больших знаний. Потому что обосрать это не тяжело. Мне не нравится. И ты можешь не говорить, ты просто сказал, мне кажется, мне кажется, мне кажется, все ерунда. А когда ты начинаешь, мы взяли «Слезы солнца», все называют его смешным фильмом, мы взяли «Слезы солнца» и отпрепарировали на кусочки. Оказалось, что там, в принципе-то он, и там много реальных вещей показано, и классно показали, интересно показали. Поэтому респект, короче, консультантам, респект огромный, которые вот делают из просто фильма, фильмы интересные для людей в теме, так скажем. Потому что вот на эти моменты обращают в первую очередь кто внимание? Человек, который, ну, что-то соображает. Пускай даже минимально. Да, он сразу смотрит и говорит, бля, вот это классно, вот это классно. И уже фильм совсем смотрится по-другому. Совсем смотрится по-другому. Но бывает и обратный, к сожалению, пример, когда все в трейлере показали, потом ты идешь в кинотеатр, смотришь это и плачешь, короче. Речь редко бывает, но бывает. Вот, вот, да, 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 я вот представляю, с каким ты шел настроем на Союз Спасения. Я думаю, что ты, наверное, хотел увидеть, ну, прям, а увидел, что ты видел. Конкретно Союз Спасения, я просто знал людей, которые туда консультировали, костюмы, ордена, медали, кто их делал, кто поставлял пушки, я всех просто, не всех, половину знаю лично. Это очень крутые, вообще очень крутые парни. И вот то, что от них зависело, там все очень хорошо. За редким, редким, редким исключением. Прям очень редким. Там, где не уследили. Ну, вот, например, там один из главных персонажей, Николай Павлович, Николай Первый. Вот это, по-моему, единственный центральный персонаж, которого просто, как боженька, черепаху разделали. Вообще, господи. У него там и палеты 1840-х годов, там у него эти самые пуговицы, видимо, со склада бабушки Екатерины Великой вытащены. Ну, то есть, короче, я понимаю, этого никто не заметит. Но я-то просто это вижу. Ну, ладно, остальные все красавчики. Очень-очень здорово. Ну, а фильма нет при этом. А фильма при этом нет. Да, да, да. Я смотрел, я смотрел, разбор. Да, да. Я хотел, собственно, сказать про третий момент консультативной работы. Последний. Под занавес. Он короткий, все понятно, с ним, в общем, без лишнего объяснения. Это называется магия кино. Магия кино не голубого экрана, результата кино, а магия киноплощадки. Если консультант оказывается на киноплощадке, и он, например, там, десяти пядей во лбу, например, там, в тактикуле, или, скажем, в истории, там, тринадцатого века, в материальной культуре, но он никогда не был на съемочной площадке, он просто не знает, как это работает. Он охренеет просто, потому что там сто человек одновременно катят куда-то какую-то тележку, ставят какие-то по нивелиру рельсы, какие-то мужики, говоря какие-то слова, которые ты просто не понимаешь, ставят какие-то фонари, какие-то зонтики, эти самые из фольги, отражатели. Это все начинает вот так вот, вот так вот работать, и думаешь, блин, куда я попал, это же просто какая-то сказка натуральная. Ты просто никогда, если ты, опять же, не в курсе, не поймешь, что только что, вот прямо у тебя на глазах, взяли все, что ты им хорошего рассказал, и прямо сейчас у тебя на глазах спускают в унитаз. То есть, ты этого не знаешь, это потом ты увидишь на экране, когда это будет готовая картинка, но вот прямо сейчас, при тебе, всю твою работу охрененную, прямо сейчас спускают в унитаз, например, при помощи оператора, например. Вот, ну и так далее, то есть, вариантов масса, потому что кино, это огромный конвейер, и просрать могут работу на любом из его этапов. И вот, в принципе, конечно, очень бы, это, конечно, уже, я прямо скажем, говорю идеалистически, но, вот, консультант еще должен быть кинообученный, ну, хотя бы элементарно, не чтобы уметь в тех кино, а чтобы не поддаться магии киноплощадки, то есть, чтобы ты не охренел от происходящего, и не сказал, господи, как же все круто, нет, не круто, это просто работа обычная, она просто тебе непонятна, вот и все. То есть, нужно отслеживать это все. Но, вот я только что описал, и ты описал, вот прям работу, в которую попадает этот самый консультант, какие этапы он проходит, и мы понимаем, что кино, все кино большое, это натурально завод. Если завод работает плохо, в силу того, что у него неправильное оборудование, текущие корпуса, пьющий мастер, неправильные там чертежники, короче говоря, вот в любом из этих мест, если есть прокол, можно засрать работу всего завода, вообще, при том, что там будут офигенные рабочие, офигенные инженеры, и там, короче говоря, почти все хорошие, но это конвейер, на конвейере ты в одном месте сделал не так, и все, что сделано после, можно сделать самым хорошим способом, результат будет длинной. Вот у нас, к сожалению, в России, и, кстати говоря, в маленькое оправдание нашим киноделам, уже и во всем мире этот завод умирает. У нас он просто сдох, а везде он умирает. Почему? Да потому, что кинозавод, это такой же капиталистический завод, как и все, а он в кризисе, причем в кризисе, которого он явно не переживет. И поэтому у нас и западное кино все хуже, но там больше денег, поэтому они проблемы просто смывают бронзбойтом долларов. И у нас фильмы все хуже, а у нас просто ходить не на что, ну вот вообще. Ну вот за редким исключением, там на ТВ что-то иногда промелькивает, вот типа этого самого скольжения. Вот, собственно, вот у меня вот такое вот разуме. Ну, я здесь только пишу, Шприм Саныч, под этими словами, сто процентов, потому что достойных фильмов, достойных фильмов все меньше. Если мы возьмем какой-нибудь 99-98 год, там топовые фильмы 98-99 года, там все топовые фильмы будут топовые фильмы, прям, то они прям все топовые, прям, 97-й, 96-й. И их, кстати, немало. Да, 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 То есть, если мы возьмем какой-нибудь 2019-й, то там, ну, можно посмотреть, там уже топовый фильм будет звучать как, ну, можно посмотреть, вот так, вот он будет звучать вот так. Потому что там джентльмены Гая Ричи, они будут очень редко появляться, очень редко, очень, очень редко будут появляться они, да. И как бы все, и все, собственно, да. Поэтому я вот здесь сто процентов, но с точки зрения, что должен консультант быть, он должен разбираться в этом, я опять же приведу пример наших заокеанских партнеров, там вот уже вот это есть, там вот эта уже консультационная работа, она уже есть, поставлена на рельсы, то есть там есть уже прям постоянные такие вот профессионалы, которые работают, например, нужно ставить стрельбу красивую, все знают, режиссер знает, кому. Главное, бригадами работают, бригадами, не по одиночке. Да, да, то есть там, грубо говоря, режиссер знает, что в этом фильме нужно сделать красиво трах-бак-бах, он знает четко, какой консультант работает с актерами, у них там свои стрельбища уже консультантов, куда привозят, прям актеров арендует, их там мучат на этом, еще раз говорю, всем вот смотреть, там, на «как стрелял Тиану Ривз, готовит Джон Липпу». Можете это все посмотреть, там это все видно, он причем там прям с Холли Берри, с которой в третьей части, полное говнище третья часть, но, по крайней мере, стрелять их там научили, что одну, что второго, стрелять, не применять оружие, а стрелять, стреляют они там хорошо. Можете посмотреть, как их тренировали, вопросов нету никаких, и у них это поставлено на поток. У нас, я так понимаю, кто во что гораст, но судя по всему, из того, что я знаю, да, у нас тоже появляются относительно профессиональные команды, которые Рейд вот и Старков делала, которые уже работают, то есть они уже, уже режиссеры знают, что если мы хотим красивую тактическую картинку с красивой стрельбой, нам надо вот туда, они сделают хорошо, вот они туда обращают. Поэтому да, согласен, но опять же согласен с тобой, что хороших фильмов, хороших, не отличных, хороших, просто хороших. Их все меньше, меньше и меньше. И самое главное, заметь, что спецэффектами и бронзбой, там денег, уже все наелись. Уже не вставляет уже все. Уже нельзя спецэффектами окупить вот эту вот откровенную, ну, бредятину и бездуховность, короче. Ну, то есть, грубо говоря, когда ты понимаешь, ну, я имею в виду, что нету в фильме ничего, чтобы тебя вот, ну, зацепило, чтобы ты сопереживала, вместе вот с этими людьми, которые там в кино, чтобы ты там в их шкуре себя почувствовал, нету. Показывают просто какую-то корзинку, вот эту, бррр, и все, короче. Ну, я так скажу, что давайте уж, давайте я положу руку на сердце. После аватара никакие спецэффекты вас уже не удивят. То есть, невозможно снять что-то, чтобы было настолько там в 20 раз круче аватара, чтобы ты такие, офигеть, вот это они наворотили. То есть, все, эта планка достигнута, и она уперлась в уровень технологического развития. Дальше вы уже не сможете сделать круче. Дальше уже историю сочинять надо. Интересную, красивую, логичную. Ну, конечно, 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 сто процентов сюда. Дальше нужно, дальше должен человек прийти, сесть, и он должен, вот как я говорю, вот джентльмен, я пришел на одном дыхании, просто пришел на одном дыхании, диалоги, то есть там все, вот взять джентльмен, все идеально. Образы, образы, актеры, соответствие актеров образом, костюмы, диалоги, действа, экшен, в меру, есть, сколько надо, все сделано идеально, настолько, насколько надо. Но я это говорю, раз в год, вот он раз в год выстреливает, вот фильм, ну пару раз в год, да, поэтому уже становятся, эти фильмы, так на него еще надо, а? Тоскливо делается. Тоскливо, тоскливо, да, становится 100% тосклив. Ну, Клим Саныч, собственно, мы с тобой все разобрали, прям вот так вот, вот так, вот так. да, а у меня предложение есть, я вот вас смотрел с Дмитрием Гридом, уважаемым, неделю назад, и вы там что-то говорили про, вот есть еще много хороших фильмов, там, типа, «Капиталы латриста» и прочее, не хочешь ли ты попробовать себя в тактическом разборе фильма про старину? Я знаю один хороший фильм про старину, где есть тактикул начала 18 века, его там много, но не только, там все есть, драки, убийства, предательства, изнасилования, отличные, кстати говоря, костюмы, вот там полный был порядок с сочетаемостью консультанта и съемочной группы, вот просто полный порядок, а именно, фильм «Роб Рой», 1996 года, «Рождение», с Лаймом тем же самым Нисоном, Тимом Ротом и Джессикой Ланш, «Роб Рой», по-моему, надо посмотреть, надо посмотреть, я вот предлагаю, ты его посмотри, если найдешь что-нибудь, что тебе там зацепит, в смысле, как разбирающика, давай разберем, потому что фильм, вот на мой взгляд, на мой взгляд, это, если не лучший, то однозначно, один из лучших фильмов в историческом антураже, костюмных, в смысле того, что там почти нет лажи, то есть, там все, что есть, это все прям как родное, да, там косячки есть, но они вот, ну реально, их настолько мало, что даже можно и не обращать внимания, ну, там один раз, например, у Лайма Нисона видны белые труселя, он шотландец, понятно, делал начало 18 века, и он в белых труселях оказывается вдруг, но это полсекунды, ну как бы, ну, косячок это, не считаю за ужас какой-то, и это плюс еще ко всему прочему, лучшие фехтовальные сцены в истории мирового кинематографа, лучше не снимал никто, никогда, вообще, Супер, супер, посмотрю. И да, там до хрена стреляют, перемещаются по местности, прячутся, маскируются, то есть там тебе, я тоже думаю, можно будет что-нибудь найти и для себя интересного. Отлично, обязательно воспользуюсь твоим советом, спасибо, в ближайшее время буквально посмотрю, отпишусь тебе, а там, если и получится, значит, мы вот с тобой разберем в духе, как сказать, не тактического реализма, а исторического, исторического материализма. А, материально-тактического материализма, вот, точно. Ну что, большое спасибо, что пригласил, было очень приятно, как обычно, надеюсь, не крайний раз, в том плане, что еще, что-нибудь обязательно обсудим. Да, рад видеть, спасибо, что зашел, всем счастливо. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!